В истории Югры 8 и 9 сентября 2018 года отмечены временем второго визита в Ханты-Мансийскую митрополию представителя Русской Православной Церкви Святейшего Патриарха Московского Иссея Руси Кирилла. В программе посещения город Коголым, великое освящение новопостроенного храма Святой Мученицы Татьяны и встреча с сестрами монашеской обители Патриаршего подворья Пюхтицкого женского монастыря. Первый, первосвятильский визит Патриарха Кирилла в сентябре 2013 года был отмечен Великим Освящением Воскресенского кафедрального собора Ханты-Мансийская и храма в честь великомученика Георгия Победоносца в Сургуте. Патриарха Кирилла Патриарха Кирилла Помилует и спасет нас Его благ и человека любви Великому господину и отцу нашего Кириллу Святейшему патриарху Московского Иссея Руси Богохранимой стране нашей Властям, воисту и народу Патриарха Кирилла Всего Священному собору Настоятелю братьям Прихожим Святого Права Сего Строителем благотворителем Благоукрасителем Здесь пруждающимся Поющим Всем здесь предстоящим И молящимся И всем православным Христианам Многое Лето Наследник Крупнейших рек Западной Сибири Абий Иртыша Представитель Русской Православной Церкви Совершил освящение единственной в России Плавучей часовни маяка В честь покровителя всех путешествующих Свидетеля Николая Чудотворца Со времени первого визита Патриарха в Югру прошло пять лет За эти годы Хантамансийская метрополия заметно преобразилась Возросло число построенных храмов Сегодня только в стадии строительства их 47 Возведение 20 идёт к завершению А один из них Храм Мученицы Татьяны в городе Коголыми Полностью готов к великому освящению Идея строительства храмов в городе Коголыми Возникла у митрополита Хантамансийского И Сургутского Павла с первых дней Управления епархией В Коголыми не было Приходского храма епархиального Нашего И духовно окормлять город Без храма очень сложно Мы знаем, что там есть подворье Патриаршее подворье Оно ставропегиальное И оно нам не подчиняется И функции нашей епархии оно не несёт И я не имею права на него канонически Три года велись переговоры О необходимости епархиального храма И отозвавшись на просьбу Святейшего Патриарха Нефтяная компания Лукоя Начала строительство Необходимому городу Дома Божьего Правит храма был утверждён Святейшим Патриархом Московским И в Северуси Кириллом В июне 2014 года И буквально за два с половиной года Этот храм, скажем, от первой сваи От закладки креста И до его открытия И его освящения Два с половиной года всего прошло Я считаю, что это Сроки очень короткие Очень быстрые Редко так, где строятся храмы Но, тем не менее, вот милость Божия Считаю, что это Господь услышал наши молитвы, наши чаяния И, конечно, чаяния жителей Коколинцев Потому что мне писали письма сотнями Что не хватает храмов Не хватает места для воскресной школы Там есть воскресная школа Но нет соответствующих помещений Не хватает священнослужителей И так далее, и так далее 16 сентября 2014 года Глава митрополии Владыка Павел Совершил чин освящения камня, креста И места по строительству храма В церемонии также приняли участие Губернатор Югры Наталья Комарова Президент нефтяной компании «Лукойл» Вадит Олегперов Священнослужители и жители города Коголыма В январе 2017 года На колокольне строящегося храма Были установлены колокола И в день святой мученицы Татьяны 25 января был отслужен первый молебен Сейчас все строительные и монтажные работы Полностью завершены Благодаря Господа нашего Иисуса Христа И любви Бога и Отца И причастия Святого Духа Будет со всеми вами Храм святой мученицы Татьяны в Коголыме Построен по проекту московского архитектора Андрея Боленского Подобные храмы есть в Москве Но для Югры это первый такой архитектурный опыт И он очень писался Он такого нежного, я бы сказал, цвета Зелено-желтого такого И мученицы Татьяны, конечно, она была молодая И очень красивая Поэтому все соответствует Красивый и гармоничный, просторный И в то же время уютный По образцу Енастаса и престола Храм Татьяны один из лучших Хантамансийской митрополии За короткий срок успели расписать даже стены И своды алтарной части Святителя Нектария, епископа Топольска и Сибирского И всех святых покровителей Сибирского края Святые мученицы Татьяны, ежи и храм есть Святых и праведных Бога Отец Сибирский и Мариан И всех святых Помилует и спасет нас Якопат и человека любец 9 сентября 2018 года Чин великого освящения храма мучениц Татьяны И последующую божественную литургию Будет петь хор духовенства Хантамансийской епархии Во главе с регентом Иереем Григорием Беляниным А пока первая проба акустики нового храма Слава Богу, мы очень благодарны президенту компании Компании в целом, что они отозвались И такой подарок сделали для города Коголыма И, конечно, для правящего архиерея Теперь есть смысл приезжать туда очень часто Скажем, служить, общаться с народом С общественными организациями С школами, детскими садами и так далее Вести ту просветительскую Воспитательную, духовную, нравственную работу Которая сегодня у нас является приоритетной Со времени первого визита Пересвятителя Русской Православной Церкви Хантамансийская епархия выросла в метрополию Сегодня она включает два церковных образования Хантамансийскую и Югорскую епархии Увеличились и темпы храмостроительства Которые уже в 2013 году Были отмечены Святейшим Патриархом Ощутимо возросло количество духовенства Необходимого для окормления верующих Милость Божия, что сегодня вот за эти годы За семь лет наш край духовно вырос Ну скажем пять-семь раз Поэтому я думаю, что и Святейший порадуется Тому, что у нас сегодня такое количество духовенства Такое количество храмов, прекрасный хор духовенства существует Все это говорит о том, что епархия развивается, Крепнет и усиливает свои силы Песня Митрополита Ханты Мансийского и Сургутского Весь священнический и монашеский чин Да поменет Господь Бог во Царстве Своем Всегда ныне и присно и во веки веков Благоправо 9 сентября 2018 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Совершил чин великого освящения и возглавил божественную литургию В храме Святой Мученицы Татьяны в городе Коголыма Храм построен на средство благотворительного фонда Лукоил Это один из самых красивых храмов, которые мне пришлось осветить в последнее время И я выражаю вам, Вагит Иисуфович, и всей вашей команде глубокую благодарность Мученица Татьяна, эта замечательная святая Она была совсем молоденькой девушкой Очень красивой, из очень хорошей семьи Перед ней открывались замечательные возможности Но она поверила во Христа В то самое время, когда верить во Христа было противозаконно И вера христианская подвергалась искоренению силой Она живет в церкви Ее имя почитается Ее имя носят очень многие наши русские женщины Это имя в свое время, я помню, это еще время было самым популярным в нашем народе Когда я учился в школе, каждая третья, четвертая девчонка именовалась Таней Это свидетельствовало о таком глубоком почитании этого имени, а значит и святой в нашем народе Я благодарю вас за то, что вы построили этот храм Что по вашей инициативе он был назван в честь святой мученицы Татьяны Пусть ее молитвами Господь хранит Когалым Помогает каждому, кто здесь живет и трудится Предстоятель Русской Православной Церкви Привойдет в дар новому Когалымскому храму Ковчег с мощами великомученицы Татьяны, привезенный из Рима Эта великая для христиан всего мира святыня может привлечь к Когалым множество паломников И молитва перед мощами святой Татьяны, несомненно, будет помогать очень многим людям Становиться сильнее духовной и становиться успешней в жизни Потому что если духовную силу сочетаешь со знаниями, умениями, то действительно становишься сильным Также патриарх преподнес в дар храму икону святой великомученицы Варвары Покровительницы всех добывающих полезное ископаемое А ханты-менсийской митрополии 15 на престольных евангелий С надеждой, что они займут места в новопостроенных храмах Югры В этот же день святейший патриарх московский и все Руси Кирилл Посетил патриарши подворья Успенского, Пюхтицкого, Ставропедиального женского монастыря И отделение о реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями Центра социального обслуживания населения Когалыма Архипастер пообщался с детьми и их родителями Передал в дар икону святителя Николая Чудотворца Преподав патриаршее благословение Второй визит в Когалым Святейшего патриарха Кирилла завершился встречей с президентом компании Лукоил Вагитом Олег Первым и митрополитом ханты-менсийским и сургутским Павлом Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok